В среду 8 апреля президент страны Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов. Оно началось с обращения главы государства ко всем жителям России. Неотложные общие задачи для всех регионов российский лидер назвал обеспечение повышенной готовности медицинских учреждений в сложившейся эпидемиологической ситуации, наращивания их ресурсов и возможностей. В совещании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Селекторное совещание началось с обращения главы государства ко всем жителям страны. Как отметил российский лидер, необходимая федеральная поддержка в связи со сложной эпидемиологической ситуацией уже выделена и поступила в регионы. Так, 33 миллиарда рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собрано и профессионально. Дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Президент сообщил о ключевых федеральных направлениях поддержки. В первую очередь они касаются медицинского персонала. Это дополнительные выплаты медикам разного звена. Средства из федерального бюджета на эти цели. Более 10 миллиардов рублей в ближайшее время поступят в регионы. В Тверской области предусмотрено более 48 миллионов рублей на эти цели. Мы действительно очень ответственно относимся к работе наших врачей. Понимаем, насколько сейчас им непросто. Вот в этой обстановке работа, потому что нагрузка возрастает. Также будут введены дополнительные меры поддержки экономики, в том числе распространение на предприятия малого и среднего бизнеса срочки по уплате страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев. По словам президента, будет также оказана дополнительная социальная помощь. В частности, безработным гражданам предусмотрены дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей на несовершеннолетних детей. Глава государства также дал поручение рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Еще один важный момент — расширение полномочий самих субъектов. Сегодня очень важно для более оперативной работы и принятия конкретных решений и их реализации. Кроме того, президент дал понятное указание Минфину России поддержать регионы для того, чтобы можно было более гибко заниматься финансовой поддержкой и граждан, и экономикой региона. Отметим, что на сегодняшний день в нашем регионе сформирован перечень системообразующих предприятий регионального и муниципального значения, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Это 220 предприятий в 12 отраслях, на которых трудится более 65 тысяч человек. Также утвержден перечень, в который вошло более 60 видов экономической деятельности. Даже разрешив работу предприятиям и утвердив коды деятельности, по которым могут работать отдельные предприятия организации, они обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, в своем выступлении Владимир Путин особое внимание обратил на меры поддержки семей с детьми. В Тверском регионе уже принят ряд ключевых решений. Так по упрощенной форме будут осуществляться выплаты на детей до трех лет. Субтитры создавал DimaTorzok